МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ДЕКАМЕРОН Или самый верный способ понести заслуженное наказание? На истинный путь вы не хотите исправляться, то есть? Но все равно мне будет прогулок, мне будет по-любому срок уже. Разоконность. Правильно? Ну правильно, раз вы допускаете прогулок, соответственно, будет срок. Как деньги-то будет выплачивать за детей? Прогулы. Одно дело прогулы, второе – деньги на детей возмещать расходы. Гостеприимство на грани возможного. А куда уже перестанете сюда пускать посторонних людей? Никогда. Никогда? День открытых дверей, замка у них нет, никогда не работает. Либо они не закрывают, соответственно, кто хочет, тот заходит. Или как дом превратить в притон? Что за пожаром? Что-то пожар был. Был. Давно. Чего не убираетесь в квартире? Ну как не убираем, сейчас все сделаем. Чисто вроде. Один день из жизни инспекторов милиции и их истории спасения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Самоконтроль – понятие, явно знакомое не всем членам нашего общества. Что уже говорить о более высоких материях. Вот и оказывается, что такие, казалось бы, элементарные явления человеческого социума приходится прививать силами органов правопорядка. Здравствуйте. Разрешите войти? Да, пожалуйста. Как самочувствие у вас? А почему на работу не ходите? Вы же знаете, что вы обязанное лицо. Знаете? Да. У данной гражданки темное прошлое, судимое за убийство, статья 139-е, отбывало наказание. Это выражалось в том, что в ходе совместного распития со своим сожителем, туфлем, несла ему телесные повреждения, отчего он скончался. Она является формалистом, формально попадающим под действие приемтивного надзора. Кто дома еще есть? Кто у вас дома еще есть? Сотрудники милиции на этом празднике жизни явно лишние. Неловкость от момента испытывают, кажется, все присутствующие. А это что здесь сделается, граждане? А что нарушаете пожарную безопасность? Меры пожарной безопасности? Курите в доме? Пожарный, тем более, извещательный. А вы курите в доме? Ну как чуть-чуть? А это что за граждане? Что употребляется? Все же выпили? Я только с работы пришел. Только с работы пришел? Ты уже успел напиться, да? Нет. Нет? Нет. Я буду пи***ть. Я на бабушке работаю. Данная гражданка состоит на учете уголовно-исполнительной инспекции. Посещается по месту жительства раз в месяц, но посещаем ее чаще, так как здесь собираются лица, употребляющие спиртными напитками. И ввиду... Аморальный образ жизни. На фоне пьянства. Не пьянство, не желание работать. Вот она в связи с этим не ходит на работу уже на протяжении недели-полторы. Иногда даже школа у нас просит за оказание помощи. Мы сами доставляем данную гражданку. Однако она все равно реагирует. Милиция уезжает, и она все равно продолжает прогулы на работе. Подруга ваша? Мужчина? Будите ее. А вы кем будете? Пальню. Чей? Ее. Откуда вы? Почему на работу не ходите? Документы есть по себе? С собой нету. Почему? Ну, в базе данных нет. Еще раз спрашивай, почему? Я пришла прогулы. Что вы? Я пришла прогулы. Так вы понимаете, что вы опять наказуемы будете? Я знаю, да. Я знаю. Мать двоих детей. Гордое звание для одних. И, видимо, бремя для других. Вот только перекладывать это бремя на других, при живых-то идееспособных родителях, точно не вариант. На истинный путь вы не хотите исправляться, то есть? Но все равно мне за прогулы мне будет по любому срок уже. По закону. Правильно? Ну, правильно. Раз вы допускаете прогулу, соответственно, будет срок. Как деньги кто будет выплачивать за детей? Прогулы. Одно дело прогулы, второе деньги на детей возмещать расходы. Светские рауты – точно не лучший вариант времяпрепровождения для обязанного лица. Тем более обязанного находиться в это время на работе. Тем более, что мероприятия в какой-то момент становятся смертельно опасными. А курить можно в доме? Кто сказал? На улицу выходить надо курить. Разрешают. Вместе заходите, потом будете разрешение. Спрашивать другого человека. Сколько вам надо времени дать отсюда покинуть дом? Посторонним гражданам? Нет, 20 очень много. 15. Нет, 3 минуты у вас. Хорошо. Будди своих гостей. Сама сопровождай. И сопровождай их домой. Хорошо. Давай, в нашем присутствии. Катя, Катя, поднимайся. Катя, поднимайся. Поднимайся, пожалуйста. Не родись. Поднимайся. Вот только далеко не все гости сразу и безоговорочно готовы покинуть прием. Самочувствие спрашиваю. Все в порядке? Что за молодой человек? Это мой человек. Есть документы у вашего человека? Он со станции. Какой? Вы знаете. Кого знаете? Гражданка, я попрошу вас встать и покинуть это место. Все, сейчас, хорошо. Катя, пожалуйста. Дабы избежать с вами встречаться в отделении милиции для проведения дальнейших судебных. Не хотите, я попрошу тогда освободить. Может находиться. Потом опять вилки будет хватать, а? Нет. Здесь проживает гражданка, состоящая на учете УИИ молодежинского рода. Данная гражданка неоднократно привлекалась к уголовной, административной ответственности. Также была жертвой насилия по отношению от своего сожителя. То есть он в отношении ее совершал угрозу убийства. В сходе совместное распитие, это было около месяца назад, на почве ревности. Он взял вилку со стола и перестал кейк шеи. При этом высказывал угрозу убийством, за что она послала всю жизнь и здоровье. Избежать дальнейших противоправных действий в отношении ее, она спряталась в другой комнате дома и вылезла через окно. После чего прибежал в вардашковическое отделение милиции, чтобы мы оказали ей помощь. Хватит уже, хватит. Я одета, что я голая. На, красотки. Вообще, сдурор. Одевай красотки. Где он живет? Это мой. Понятно, что это мой. А сколько ты уже неделю поменяла? Много. Да, лопауки еще у меня, кстати, торчит, наверное, дома. Граждане, друзья, которые тоже употребляющие спиртными напитками, ведущие моральный образ жизни, нигде не работающие, ранее судимые. Вот бывший сожитель здесь также находился, который приставлял уже эту вилку. Он тоже был в суд, понес наказание. Ему присудили два месяца ареста, однако он еще его не отбыл. И что бы там ни гласили законы драматургии, такие истории точно не заканчиваются счастливым финалом. Сотрудники еще не раз вернутся в этот дом увеселений. И хорошо, если только для очередной проверки. КОНЕЦ ГОСТЕПРИИМСТВО НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО Куда уже перестанете сюда пускать посторонних людей? Никогда. Никогда? День открытых дверей, замка у них нет, никогда не работает, либо не закрывается, соответственно, кто хочет, тот заходит. Или как дом превратить в притон. Один день из жизни инспекторов милиции и их истории спасения. ПРОВЕРКИ Проверки – рутинная, как может показаться деятельность, если не считать того факта, что именно они чаще всего спасают от фатальных ошибок. Не каждый согласится на такую, в общем, не самую благодарную работу. И тем ценнее те люди, кто в этом находит свое призвание. Вы знаете, мы уже привыкли, что оно уже не то, что сложно, оно даже где-то интересно, где-то хочется вникать, помогать, чтобы и соседям помочь, и проживающим там гражданам статься на истинный путь. А самое главное, благодаря этим людям шанс на спасение получают те, кто махнул рукой на себя свое будущее и жизнь окружающих. ПРОВЕРКИ ПРОВЕРКИ Нигде официально не работают, лица ранее судимые неоднократно, не имеется у них электроэнергии, водоснабжение, антисанитарию разводят. Данные граждане также посещаются по месту жительства, проводятся беседы, вызываются на совет о профилактике, где с ними также проводятся неоднократно беседы. ПРОВЕРКИ 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 дабы сопроводить данных граждан, однако таких звонков не поступают, приходится самим сбывать, посещать. Хозяев квартиры условия обитания их гостя, видимо, устраивают. И дальнейшие планы постояльца интересуют только сотрудников правоохранительных органов. Отдыхаете? Да. Чем еще лучше заняться, да? Да. Как дела? Нормально. На работу ходишь? Конечно. Куда? В Городскович. А что нарушаешь меры безопасности? Он куришь? Бычки? Ну, бычки вот лежат. А чьи это бычки? Только малого. Я здесь такого. Я на улице. Ван. Данный гражданин ранее проживал по другому адресу. Тот человек умер, соответственно, вот она его приютила. Тоже лицо, употребляющее спиртными напитками, также ранее судимый, не имеющий постоянного места жительства. Работы за счет случайных заработков, постоянного трудоустройства не имеют. Так как бы конфликты не ступают, так не слышно было от него ничего. Ваши дела? Всего прокурора. Это мы знаем. Я коврина не занимаюсь людей. Делок у меня нету. Все хорошо? Работаю тоже, походу. На работу ходите? Нет. Чего? Я походу на работу. Не ходите на официальную работу? Нет, не хочу. А выплатили уже? Да. Все полностью выплатили уже, да? Да. Полностью. Молодцы. И где вы сейчас халтурите? Кто валит? Где придется? Где придется? Интерес сотрудников правоохранительных органов к судьбе постояльца квартиры совсем не праздный. Они так хорошо знают, к чему обычно приводят такие истории. Что за пожар? Было. Давно? Полгода назад. А унитаз есть у вас? Ну, конечно. А то соседа вашего не было унитаза. Я-то знаю, где я проживаю. Унитаз. А вы где будете? Седа Ивана не было. Какого хорошего? Может, домой поедете? Или ты не был? Нет. Почему? Здесь лучше? Маня. Там работы нету? Отказаться от таких условий проживания сложно. Не смущает ни антисанитария, ни даже отсутствие минимальных условий. Хотя и самих хозяев это заботит мало. А скажите, а чего не убираетесь в квартире? Ну, как не убираем? Я все делаю. Чисто вроде. То, что причины не в стихийном бедствии и даже не в злом роке, понятно уже после минимальной беседы. Где придется? Где придется? И куда деньги? На спиртное? А вы платите за квартиру? И свет включили вам? Нет. Пока места нет. Большая задолженность? Сегодня на работу выходили? А? На работу сегодня ходили? Кто? Вы? Я в детстве не ходил. Вы у тебя чем занимались? А? Чем занимались? Пили? Что же надо сказать? Ну, хороший ответ, да. Ну, а что вы можете сказать? А вы ходите на работу? Я нет, я на печь. На печь пошли уже, да? Ну, уже 60 лет. Вот эти два гражданина, они уже не попадают. Можно было, конечно, направить же их в лечебно-трудовой профилакторию, но, соответственно, так как они додостили возраста 60-летнего, они не попадают под эту критерию от граждан, который отправится для лечения. Соответственно, чисто от меры профилактического характера воздействия. Хочу попросить и указать, чтобы не жаловались соседи на вас, это в первую очередь. Чтобы не собирались здесь люди различные, злоупотребляющие спиртными напитками. Это да, это да. Почему? Что сложного взять, убраться, устроиться на работу, работать и жить нормально, а не в таких условиях? Ну, у меня, я уже от работы свою... У вас же сын есть, муж есть. Да. В конце концов, поставьте, пожалуйста, хотя бы замок в дверь, чтобы не ходили сюда, туда, сюда. И работает он? Да. А что вы не забираетесь тогда? Как вы начали, то закрываемся. Закрываемся. Вы же ходите же сюда, туда. Вы же не можете отказать человеку в приеме, если еще есть угорячительный напиток, правильно? Да, есть проблема такая. А к наркологу ездите? К наркологу. Нету же, нам не надо. Почему не надо? Потому что вы не обязаны. У вас же зависимость алкогольная. Почему есть обязанность, не обязанность? Нужно же лечиться же, правильно? Ведь, может быть, поможет когда-нибудь? Да нет. Ничего уже не поможет. Ничего не поможет? Оптимизм – лучший стимул. Потому что даже немногочисленные истории перемен к лучшему вдохновляют и заряжают куда сильнее. Я вам скажу, что и были случаи, такие были случаи. Мы граждане направляли в лечебно-притрудовой профилакторий, помогали им делать документы, заново изготавливать. И данные граждане возвращались оттуда. И они вот уже прошло, вот я знаю, женщину, вот мы отправляли в ОТП, она пять лет уже не пьет. И она пришла к нам в отделение милиции, в Ратушкович, и говорит, поблагодарила нас, сказала большое спасибо. Если бы вы так не помогли мне сделать документы, не отправили туда, моя жизнь неизвестно, почему так случилась. А так я вот вышел человеком, работаю, не пью, не забываю спиртными напитками. Обязана находиться в помещении постоянно. Она состоит на учете в ОТП. Вот только дома, кажется, вообще никого. Но это только на первый взгляд обывателя. Милицейский опыт подсказывает, нужно время и немного настойчивости. Из милиции открывайте дверь. Здравствуйте. Участковый. Она работает. У нас два, сейчас два. А где она работает? В Сочняке. В Сочняке работает? А кем она просто работает? Официантом просто работает. Давно? Он уже. Снег. Тот факт, что обязанное лицо на работе, а не в очередном загуле, новость хорошая. Значит, есть шанс. Жительница его, она тоже ранее судимая, тоже за кражу. Она похитила мобильный телефон на территории Минского района, получила вид наказания, ограничения свободы без направления у него. Вот они проживают совместно. Жизнь осужденных, но не направленных в места исправления, куда комфортнее, чем у тех, кто получает реальные сроки заключения. Вот только это не привилегия и не поблажка. Таким образом, государство дает приступившему закон шанс на исправление. И важно этот шанс реализовать. Иначе место обитания придется сменить. Ограничение свободы без направления у него позволяет то, что данная гражданка должна на праздничные выходные дни находиться по месту жизни. Запрещено употреблять спиртные напитки. Дается ей в будние дни, час или на посещение магазина. Вот только окружение, в котором проживает обязанное лицо, мягко говоря, оптимизма не внушает. Окружение, ну, социально опасные люди, которые тоже совершают преступления, которые злоупотребляют спиртными, бродяжничают. Почему нигде не работаете, злоупотребляете спиртными напитками? Не, а не манчу. А это что стоит? Это? Ну. Если хочешь, могу кота дать. Вода? Да. Синционная, наверное. А это что за гражданин у вас спит? Ну, поднимите. Поднимите и посмотрим, что за человек. Видите? Встаньте, гражданин. Как ваша фамилия и имя ваше стало? Ни целей в жизни, ни даже элементарного понимания о нормах общества. Плыть по течению – вот их жизненный принцип. За что вы живете? За свои деньги. Вы же не работаете. Какие вы деньги живете? За халтурой. И где вы халтурите? В понедельник пойду, правда, доработаю. А сегодня ходили на халтуру? Нет. А вчера? Нет. За что вы живете? За продукты, я сейчас покажу, покупаю. Понимать человека, откуда, за что пьет, за что живет. Для этого мы выясняем, где человек работает, чем занимается, дабы избежать потом дальнейших его опять прагновений в какие-то жилища, краж. Что по суду вам дали? Не понял. Что по суду вам дали? Что вы халтуре дали? Не было суда еще? Опять еще откатки были недели. Перенесли, да? Данный гражданин со своими знакомыми, находясь на территории Минского района, границы Молодеченского, проникли на частный дом, сектор, где из сарая похитили цвет мед, то есть медную проволоку для дальнейшей сдачи и употребления алкогольных напитков, за что были спойманы, установлены и вот даже ожидает суда. Остальные подельники находятся под арест. То, что исход истории рано или поздно будет не лучшим, можно понять из биографии мужчины. Он ранее проходил курс лечения в лечебно-трудовом профилактории, неоднократно раза, по-моему, три, да, если не ошибаюсь, три раза проходил курс лечения в лечебно-трудовом профилактории, употребляет спиртными напитками. То есть человеку 36 лет, официально вообще нигде никогда не работал, не имеет мобильной связи никогда, не платит коммунальные услуги, мать его не воспринимает как сына, так как он не помогает ей, пьет, запоями пьет, ну и все, как бы ведет бродяческий образ жизни. Только и остается надежда на то, что проверки и контроль будут более действенными, чем сама организация, потому что понимание ответственности в нем отсутствует напрочь, и последним препятствием останутся небезразличные сотрудники органов правопорядка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова